Музыка Такого Нижний Амур еще не видел. Затоплена береговая линия всех сел. Вода зашла в полтысячи домов. Без крыши над головой остались сотни семей. Николаевские и ультские районы приравнены к территориям Крайнего Севера. Заморозки в конце сентября здесь обычное явление. Поэтому надежды на то, что большая вода уйдет до первых холодов, нет. Земли точно на огороде нету. Точно вылылось землю. Ну, фунтаны тоже сто процентов она. К себе домой Сергей Колесников вынужден добираться на лодке. Где-то под толщей воды скрылась дамба, которая должна была защищать его жилье. Но теперь это не крыльцо, а причал. В комнатах пирамиды мебели, а вместо полов – речное дно. Да потеряно все. Все потеряно. То, что, можно сказать, нажитое. Все потеряно. Ну, конечно, не по себе. Но и премьерного радости нет. Больше всего здесь пострадала придомовая территория. За год до паводка Сергей Колесников поставил новый забор. Сложил в летней кухне печь. Теперь все это восстановлению не подлежит. Часть сараев и вовсе унесло течением. И такая картина по всему поселку. У нас было по колено воды. Все было затоплено тогда. У меня и мебель, и все, все, все. Вообще мы ничего не успели вывезти. Из домов в селе Цимирмановка вода постепенно уходит. Однако жить в них большинство пострадавших больше не собирается. По ночам здесь уже нулевая температура. И на то, чтобы просушить дома и подготовить их к зиме, надежды нет. От Цимирмановки гребень Паводка ушел к селу Богородское. Здесь от воды больше всего пострадали дороги. Над трассой, по которой из Хабаровска и Комсомольска везут продукты, в Николаевск-на-Амуре – два метра воды. Это следствие разлива озера Кенджа. Чтобы не случилось транспортного коллапса, здесь пускают паром. Вот видите, что происходит. Постоянно под кладушки. Я вот в Хабаровск уходил, глушитель здесь оторвал. Следом ЧП посерьезнее. Водитель этой фуры теперь вынужден колесить по селу в поисках автосервиса. Никаких подъездных путей толком, ни хрена нету. Гальманук стянуло. Пожалуйста, ремонт. Из-за разливов воды от цивилизации отрезаны и отдаленные села. Так, транспортное сообщение в Мариинской осуществляется только по реке. Причина – затопление трассы вблизи села Санники. Соединяло Мариинск с федеральной трассой. На данный момент у нас затопленный объезд осуществляется через дорогу лесовозную вокруг, минуя Санники. Но и с объездной дорогой проблема. Многочисленные ручьи и мелкие речушки вносят свою лепту. Сейчас я стою на мосту. До паводка по ним был маленький безымянный ключик. Теперь же здесь разлилось озеро Кизи, что в переводе сульского значит «черт». Его-то и вспоминают водители, пытаясь добраться до сел Санники и Мариинская. Пока с главной дороги вода не ушла. Отсыпают объездную. Скальную породу берут в ближайшем карьере. В это же время продолжается укрепление береговой линии села Богородское. Там отсыпано около 4 километров дамп. Задействовано 29 самосвалов. Тоже мы дислоцировали их с Приморья. 29 самосвалов, 11 бульдозеров, 10 экскаваторов. Но не все места техника успела спасти. Первоначально построенная искусственная преграда на улице Озерной в Богородском практически полностью ушла под воду. Поток пошел гулять по домам и огородам. Хотели сделать в этом году капитальный ремонт в доме. Закупили сайдинг из овер. Но вот с этим отоплением, с паводком ничего пока не делается. Все вот лежит. Эта семья, чтобы вода в дом не зашла, попросила мешки с песком у спасателей МЧС. И самостоятельно укрепила родные стены. Здесь не так давно построили новую баню. Все старания поток унес с собой. Но бросать оставшиеся. То, что смогли отстоять. Ради комфортной зимовки вдали от дома семья не готова. У нас хозяйство. Куда его повезем? Вон чушек там отгородили. Куры там на крыше. Цыплята вот в вольере. Никуда мы не пойдем. Будем ждать. Семьей Бакинах солидарен и их сосед. Строить дамбу вокруг своего дома он начал, когда гребень паводка был еще в Хабаровске. Защитное сооружение вложено около 200 тысяч из семейного бюджета. Это как бы мое родовое гнездо. И поэтому была цель одна. Из Богородского гребень паводка, сделав свое дурное дело, уходит в Николаевский район. Самое проблемное место здесь – поселок Мага. Под волнами Амура практически скрывается его островная часть. В воде – 171 дом. У них живет около 400 человек. Семьи на чердаках живут. И один сосед, и второй, и третий. Сначала жители этого поселка задерживали дыхание, когда слушали о росте уровня воды. Теперь замирают, когда комиссии по оценке ущерба выносят свой вердикт. Человекшим, не то слово, что даже не подтопленные, а утопленные. Таких домов на острове Мага каждый второй. На большой земле, до которой на лодке 10 минут, развернуты пункты временного размещения. Но променять на трехразовое питание и сухую постель свой дом, а точнее чердак, аборигены не готовы. Что в ПВР, что вот сейчас говорят, расселять будем в общежитии. А оно мне надо. Из человеческих условий в нечеловеческий. Смысл? На острове работает группировка спасателей из Екатеринбурга. Опыт наводнения в Амурской области научил их. Нотации и норовоучения не помогут наладить контакт с пострадавшим населением. Мы помогаем больше, учить жизни. Тут люди-то сами, суровая такая у них природа. Они уже сами к всему готовы. Даже несмотря на накал страстей, царящие на острове, люди не перестают удивлять. Полет фантазии тут в каждом подборе. Одни паркуют у крыльца свою версию Ноева ковчега. Другие заменяют катера на самодельные каноэ. Сейчас мы плывем по главной улице островной части поселка Мага. Только так здесь можно передвигаться. Вода в большинстве домов уже понялась до подоконников. Однако эвакуироваться соглашаются лишь некоторые старики и женщины. Оставшиеся же сторожат свое имущество от мародеров. Последняя точка гребня Паводка на пути к морю – Николаевский район. Город удалось отстоять от воды. Больше всего тревог местным властям приносила дамба на мысе Чнырах, защищающее одноимённое село. Её первоочередная задача – сделать так, чтобы вода не отрезала Чнырах от материка. И мыс не стал островом. Течение Амура бьёт в его основание. В случае, если защитное сооружение размоет, река сольётся с озером и затопит дорогу. Чтобы этого не произошло, здесь вновь и вновь наращивают дамбу. Она уже выше уровня Амура – на полтора метра. Тут очень сильное течение, зачастую штормовые волны. Чтобы защитное сооружение выстояло, его отсыпают скальной породой. По примеру, Хабаровска у берега подтопили 100-метровую баржу. Вода в дома к людям не зайдёт. Люди спокойно войдут в отопительный сезон. Котельные и социальные объекты здесь все на острове готовы. Буквально через несколько дней здесь начинается отопительный сезон. И проблем никаких по острову с инфраструктурой и с обеспечением коммунальными услугами не получим. В порту Николаевска на Амуре тем временем идёт разгрузка гуманитарной помощи для посёлка Мага. В коробках и контейнерах мотопомпы, тепловые пушки, обогреватели. А в пункт долговременного проживания пострадавших вселяется первая семья, решившая на зиму всё-таки оставить свой дом. Воды попадут конники, даже маленькая вышка. Только ремонт сделали. Вода, говорят, упадёт не скоро, в октябре она не упадёт. В ноябре будут заморозки, так что жить нам негде. Поэтому мы решились на переселение. Гребень-паводка, наконец, уходит из поймы реки в Охотское море. Уровень воды у Николаевска на Амуре продолжает колебаться из-за приливов и отливов в лимане. Моменты, когда последняя капля пресной воды смешается с солёными волнами, ждали всем миром. Вот только расслабляться рано. Впереди большая работа по восстановлению нормальной жизни после большой воды. Енина Богданова, Иван Юров, Вести. Продолжение следует...